Несколько дней подряд в соцсетях везде раскидывают, как чеченцы напали на парня, и люди, которые абсолютно не любят об этом стране и о народе, и хотят что-то из этого придумать и выставить это как межнациональное, какие-то отношения и так далее. Я вот нашел Зелимхана, Федославу, мы тоже созвонились, он приехал ко мне, и мы с ним долго беседовали, Федослав сказал свое видение в данной ситуации. Я, естественно, и по поручению главы республики, Артана Ахматовича, я два дня разбираюсь в этой ситуации и с Зелимханом, и с ребятами. Естественно, мы считаем, что это не мужской поступок, как бы это ни было, даже если бы был он виноват, если это так, нельзя нападать на несколько человек, на одного, и таким образом, это для нас всех понятная ситуация. И поэтому в данной ситуации он свое положит, там никто даже сомневаться не будет. Поэтому мы, для нас справедливость это больше всего, как нам всегда говорит Артан Ахматович, какой бы то ни было национальности вероисповедание, справедливость должна быть у всех и ко всем. Поэтому поступок, он недостойный, именно мусульмально-чеченцам никогда так не должно быть и так не будет. У нас всегда чтили обычаи, традиции, уважения другой религии, другой национальности, другим традициям обычаи. Это есть у первого президента Ахматовича Кадырова, который, собственно, самый первый сказал в этой стране свое слово. И сегодняшний президент Владимир Владимирович Путин и Ахматович нашли то правильное понимание отношений и сохранили целую эту страну. А тем шакалам, кто хочет разжечь какую-то неправильность из-за какого-то инцидента мусульского или там понимания, что-то сказал или пошли разбираться. Ну, всякое бывает. Мы видим, сколько преступлений в Москве за ночь происходит. И это все не обсуждается. Это даже и ты сам говорил, да, это все понятно. Поэтому я хочу, чтобы все наши, кто увидит эту беседу, этот момент, ты сказал, говори. Да, Адам, в первую очередь я хотел бы принести свои, ну, то, что так получилось, конечно, извинения перед своей главой республики, которая первого отреагировала, самому первому. Также, конечно, нашему Адаму Султановичу, да, один из близких помощников Рамзан Ахматов, который тратил уже свою, наверное, второй-третий день эту ситуацию, потратил кучу времени. Мы здесь очень долго беседовали, со мной пообщались, подъехал вот Коваленко Святого Слава, сейчас вот Адам Султанович с ним поговорил. Конечно, ситуация вышла у нас из-под контроля, пошли на Эмодзорев, я искренне, конечно, приношу свои извинения, что так получилось. И так не должно было случиться, мы сами виноваты, что не подумав и не обдумав, пошли на Эмодзорев. И надо было просто, если поехали, чтобы просто пообщаться с ним, чтобы не раздувать этот конфликт в такой русло. Еще раз призываю тех людей, которые к Адаму Султановичу, чтобы они развивали эту рознь никакую... Мы живем в одной стране, и еще раз приношу свои извинения, и я думаю, Святослав по-мужски все понимает, и приведет наше сожаление тоже. Хорошо. Святослав, что следует? Все мы люди, все мы ошибаемся. Если человек искренне, каждый человек имеет право на ошибку, человек извинился, конечно же я его прощаю. И еще хочу от себя полагать отдельно, что спасибо Владимир Чисельской Республики Розану Анатматовичу, вам спасибо Адам Султановичу за то, что так быстро отреагировали. Как я сказал, что все имеют право на ошибку, Бог прощает, и, конечно же, я прощаю. И дай Бог, чтобы в дальнейшем было только хорошее. Я опять же повторю, что я абсолютно ко всем национальностям отношусь хорошо. Конфликты бывают абсолютно везде, между любыми людьми. И в первую очередь я хотел бы, чтобы люди не говорили, что вот конфликт произошел там в дагестанце, у чеченца, значит все плохи. Нет, надо в первую очередь говорить, чтобы все люди. Прошел конфликт у конкретных людей. И не надо использовать национальность, потому что мы люди на одной земле ходим. И, конечно же, я уже повторяюсь, я прощаюсь с Милхана за его поступок и желаю только самого хорошего и добра. И всем вам, и всем людям, кто... Да никто, а всем добра желаю вообще. Всем. Спасибо. Пожмите руки, давайте. Дай, два слова скажу. Ну, Адам, я позвонил тебе по одной простой причине. Потому что я обидал, что в интернете эта история раздувается, ей придает свой яркий националистический характер. У меня много друзей чеченцев, я люблю Чечню, республику Чечня, я бывал грозным с концертами. Мне было просто обидно. Я просто рад, что руководство республики вмешалось в эту историю. Значит, невмирану. Ты, конечно, не прав, ведь это большой урок. Это уже второй урок. Я думаю, что третьего уже, наверное, не будет. Не будет оттуда. Да. Поэтому ты должен просто переосмыслить то, что вы там наделали. Значит, толпой бить одного, бить лежачего, это неправильно. Конечно, Святослав молодец. Он смелый парень. И то, что он отказался писать заявление в полицию, это тоже по-мужски. Поэтому я рад, что вы пожали друг другу руки, и история вот так хорошо закончится. А, я тебе тоже хочу пожать руку. Молодец. На самом деле, в нашей стране и в ней, в другой нашей стране, естественно, используют любую ситуацию, любую мелочь. Мы, естественно, должны это понимать. Все люди, кто находятся в соцсетях, начиная от Инстаграм, кончая друг другу, они все должны понимать, если у них есть подписчики, если есть, они общаются, если в этом пространстве, что миллионы людей это все видят. То есть, и в этой ситуации, конечно, у всех свое мнение. И насчет этого мы всегда говорим. Только в нашей стране можно говорить и высказывать свое мнение. Мы видим сегодня, что происходит в Европе, в Америке и так далее. Как там полицейские действуют в отношении граждан, простые. Это все. И мы видели и видим сегодня, что происходит в этой же продвинутой западной демократии. Ну, все это понятно. Нам, в нашей стране, навязывают какие-то нетрадиционные, нерелигиозные, нечеловеческие ценности, с чем мы, естественно, не можем смириться. И ты правильно сказал, что много в соцсетях обошло негатива, непонимание. О, там, чеченцы напали, там, напали, там, это, там. Естественно, для руководства республики ни мы, ни чеченцы это не приветствуют. Мы осуждаем и будем осуждать и будем ставить точку этому и никому не дадим заниматься беспределом и незаконными вопросами, заниматься отношениями и относиться таким образом к любому национальности, к любому вероисповеданию и без разницы. Мы, прежде всего, граждане этой страны должны соблюдать законность, правопорядок, относиться друг к другу с уважением. По данной ситуации, естественно, он и знает, и у родственников здесь находится сегодня, что он будет наказан за это. Естественно, мы за своих отвечаем, но, к сожалению, другие мы видим, что происходит. Было бы такое отношение к нашим. Мы также знаем, какое несправедливое отношение. Каждый день видим в соцсетях также. Но, к сожалению, вот данной ситуации многим это даже не интересно. Но мы с этим тоже будем бороться. Я готов. Да, поэтому есть, да и есть еще, конечно, и во главе с нашим президентом всегда мы видим, что соблюдайте законность, уважайте религию, традиции, обычаи народу. Но мы видим, к сожалению, и другое, что творится в метро, нападая толпой, она же на женщину. И, к сожалению, это все есть. Мы с вами вместе, вот с таким правильным отношением к любой ситуации. Я думаю, что наша страна выйдет из этого несправедливого, незаконного хаоса. И не дадим мы никому использовать наших людей и нашу страну для разжигания какой-то межнациональной, межрелигозной ненависти друг к другу. Дай, Всевышний, все будет хорошо. Ахмад, сила. Ахмад. Ахмад.